Добрый вечер, дорогие зрители, дорогие читатели, дорогие сограждане. Мне очень приятно, что этот первый зимний вечер вы проводите со мной, хотя, наверное, с большей пользой можно было бы его провести где-нибудь в парке культуры или парке Эрмитаж, но вы пришли на встречу со мной, мне очень приятно. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, сегодня Игорь Буркопенко пришел не один, а со своей новой книгой. Тайны неизвестных цивилизаций. Была ли Екатерина Второй немкой? Мог ли вернуться из Голландии двойник Петра Первого? Почему Сталин запретил трогать могину Тамерлана? Какие непереносимые для человеческой психики тайны спрятаны в туннелях Уральских гор? Какие чудища встретят человека при водном погружении? И почему океан так крепко сохранит свои тайны? Где сегодня обособленно живут великаны? Ответы на эти и многие другие вопросы вы можете найти в этой замечательной книге и получить прямо сейчас. Так что встречайте еще один раз бурными аплодисментами нашего гостя. Спасибо большое. У меня к вам вопрос. Такая встреча у нас уже не первая. Кто уже был на встрече со мной? Раз, два, три, четыре. Это я знаете, для чего задаю этот вопрос? Чтобы не повторяться. Чтобы люди, которые со мной уже были на встрече, чтобы не слушали то же самое. Спасибо. Игорь Станиславович, в этой книге собраны самые шокирующие сведения о различных цивилизациях, начиная от самых ранних, дальше в Мирской и Египетской, и заканчивая Петровской эпохой. Расскажите, пожалуйста, как вы решили обратиться к этой загадочке? Вы знаете, ну я сразу, вот те зрители и читатели, которые уже были со мной на встрече, они знают, что я всегда каждую встречу начинаю со слова о том, что я не писатель. Я журналист. А вот эти книжки все, которые... Знаете, сколько книжек? Вот это какая. Знаете, 23 том. Я покруче Толстого уже. Понимаете, да? Эти книжки являются, конечно, переложением наших программ и документальных фильмов, но выполняют они, на мой взгляд, очень важную функцию, потому что они для внимательного зрителя, для человека, который хочет глубже познакомиться с той проблемой, которую я затрагиваю в своих программах. Здесь гораздо больше информации, здесь можно добавить какой-то справочный материал, какие-то интервью. В общем, все то, что не влазит в это вот... Знаете, как когда-то я для Огонька писал, я когда-то подрабатывал кинокритиком, я написал критическую статью, и я придумал ей красивое название. «На белой простыне экрана». Это был первый обзор эротического западного кино. «На белой простыне экрана». Так вот, то, что не влазит в эту голубую простыню нашего телеэкрана, все это вот в этих наших книжках. Вот, и если кому-то интересно, конечно, вот эта книжка для внимательного зрителя и, может быть, для внимательного читателя. Всех я всегда предупреждаю, что человек, или молодой человек, допустим, который собирается поступать в высшие учебные заведения, допустим, защищать диссертацию, или заниматься научной деятельностью в рамках каких-то форматных организаций, читать эти книжки противопоказано. Да, и те молодые люди, которые собираются сдавать экзамены в школу. Почему? Потому что, скорее всего, они получат двойку, если они будут читать эту книжку. Ну, не только все вот эти книжки. Почему? Потому что у меня, у нашей творческой группы, нет задачи пересказывать то, что уже написано в учебниках. А ведь преподаватели что? Вот когда отвечаешь на билеты, они требуют ответа на тех ответов, которые изложены в учебниках. Так вот, мы учебники не копируем, поэтому читать эти книжки об Эпитюриентам противопоказано. Но также, наоборот, этой книжкой написано, что когда вы закончили школу, высшие учебные заведения, сдали все экзамены, над вами уже не висит намокло в меч преподавателя или оценки, вот именно тогда вот эти книжки станут незаменимыми спутниками и с точки зрения досуга, и с точки зрения дальнейшей научной или исследовательской деятельности. Потому что моя задача, как журналиста, предоставить своему зрителю, читателю, своей аудитории все версии и гипотезы, которые на сегодняшний день существуют, и все взгляды на какую-то проблему. Все абсолютно. От академической и до самой фантастической, шокирующей, или кому-то может быть, кажется, что она дурацкая. И когда ошибочно, мне иногда говорят, вот я не верю в то, что вы рассказываете, а мне верить и не надо, потому что я же не ученый, я просто пересказываю, какие существуют версии и гипотезы. Вот есть версия академическая, а вот есть версия другого исследователя, а вот третьего. Поэтому с меня взятки гладки. Говорить о том, что Прокопенко что-то там придумал, Прокопенко вообще ничего не придумает. Прокопенко реализует святую обязанность журналиста информировать зрителя и читателя обо всех точках зрения, которые существуют на ту или иную проблему. Вот я сказал необходимые слова, которые должен был сказать. А теперь, пожалуй, для того, чтобы не нащупывать вслепую точки интереса, вот тех людей, которые здесь собрались вы, я хотел бы услышать от вас какие-то вопросы, и мы с удовольствием поговорим на эту тему. Дорогие друзья, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте. Я могу спросить, что такой хороший журналист? Вы знаете, мне кажется, я уже ответил на этот вопрос. Я хороший журналист. Я объясню вам почему. А потому что я стараюсь рассказывать зрителям и читателям предоставлять все точки зрения на ту или иную проблему. А вы уж сами, как умный и хороший зритель и читатель, должны выбрать ту версию, которая вам по душе, которой вы доверяете. Ответил на вопрос? Игорь. Сейчас, вот следующий вопрос, потом, да ладно? Джордана Бруно на костер отправили не церковный мракобес. Они его отпустили. Оказывается, последнее слово было за учеными того времени, которые защитили свои диссертации на толстых книгах Теремея. И на вполне нормальных за научных основаниях отправили его на костер. Это нормально. Вот. У меня к вам вопрос, первая часть. Если бы к вам пришел на передачу подобный субъект, вы бы его отправили на костер? Да или нет? И вторая часть вопроса. Возможно ли в наше время такой казус, как с Джорданом Бруно? Начну с последнего вопроса. Такие казусы происходят сегодня практически каждый день, но может быть не с такими тяжелыми последствиями. Слава Богу, на костре больше никто никого не сжигает. Но то, что людей лишают репутации, лишают каких-то возможностей дальше заниматься наукой, дурачат имя, имя превращают в несерьезное. Это факт, и таких фактов очень много в научном мире, как в России, так и за рубежом, к сожалению. Почему? Потому что эти люди, или ученые, или исследователи высказывают точку зрения альтернативной, общепринятой. Теперь перехожу к вашему первому вопросу по поводу Джордана Бруно. Хотите верьте, хотите или нет, я, может быть, единственный человек сегодня на телевидении, которому Джордана Бруно сегодняшний мог бы прийти без всяких опасений, что его не поймут и не примут. Если ко мне пришел бы Джордана Бруно, я бы его выслушал, я бы записал его, я бы его поместил в свою программу и сказал, что версия господина Джордана Бруно кажется фантастической, но мы даем возможность ее вам послушать, а уж выводы вы делайте сами. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам когда-нибудь выучивать за короткое время большой объем информации? Если да, то как? Вы знаете, я полагаю, что любому студенту или человеку, который серьезно учился на оценке, вот на серьезной оценке, конечно, любому человеку приходилось выучивать большое количество информации, из моего личного опыта могу сказать, нигде так много я ничего не учил того, что мне не хотелось учить, как в Суворовском училище, в котором я учился, вот, и вначале это был, у нас был такой предмет, политическая военная биография, история заключается, это уже случай из личной жизни не имеет отношения к книжкам, вот, этот предмет был самый трудный на первом курсе, потому что мы сдавали его следующим образом, мы вставали к карте спиной с указкой, преподаватель садился на заднюю партию и называл, значит, государство, а ты должен назвать столицу, допустим, да, столица, вот она говорит, Гондурас, да, вот ты поворачиваешься, не глядя, должен гнуть в Гондурас и сказать, столица Гондураса знаете, кто знает, столица Гондураса, балабана, Гондурас, тегусигальба, аплодисменты, так вы представляете, какое количество стран на нашей политической карте мира, и она считает, один, два, три не сдал, сдавали по 50 раз, пока карту не сдашь, не переводишься на другой курс, вот это я понимаю информация. Так благодаря этому вы и стали программировать? Нет, я благодаря родителям стал программировать. Да, следующий, да. Скажите, а какие изверстия, которые вы излагали в книгах, в передачах, потом подтверждались? Вот как бы ученые. Очень просто. Ну, я не знаю, может быть, лет 10 назад, то есть вот программе «Территория заблуждений» уже, кажется, недавно начала и делать, а ей, по-моему, уже лет 6 исполнилось, а программе «Военная тайна» 6 сентября 1996 года вышел первый выпуск, 6 сентября исполнился, 20 лет. Так вот, хочу сказать, первый раз, лет 8. я сейчас точно скажу. Это был, наверное, 2006 год. Я впервые, осторожно, не я, озвучил версию о том, что, о том, что жители Земли, они произошли от кого? Марсиалы. И, конечно, версия оказалась фантастическая, не моя, еще раз говорю, не я высказал. Вот. И вот буквально в прошлом году знаменитый, ну, в общем, мы марсиаи, но есть же теория поля контакта, если вы знаете, да, если говорить серьезно об этом. И эта теория заключается в том, что не в том, что зеленые человечки прилетели, но как бы тут начали обживать Землю, а в том, что впервые белковые формы жизни, они возникли впервые не на Земле, а могли возникнуть на других планетах и с кометами, с метеоритами попасть на другую планету и таким образом на другой планете могла зародиться жизнь. Это теория поля контакта. Она довольно известна, очень многие ученые ее поддерживают и тем не менее она считается альтернативной. То есть принято считать официальная наука о том, что жизнь зародилась на Земле, в результате непонятно какого-то катаклизма, то ли извержение вулкана, то ли молния ударила, то ли еще что-то, в результате произошла реакция синтеза, искра из искры возгорелась пламя жизни и так далее. А дальше уже эволюционный отбор, дальше уже теория Дарына, в общем, все просто по учебнику природоведения за четвертый класс. Так вот, лет восемь назад я пересказал теорию о том, что, возможно, жизнь на Землю попала с Марса. И вот буквально в прошлом году, летом, знаменитый американский ученый Стив Беннер, создатель, отец создатель синтетической биологии, профессор забыл, как называется город университета, я его не выговорю, американского знаменитого университета, впервые в прошлом, а? Вест, нет, Вест, Папирус Весткарский, и вот аналогичное слово, Вестминстерский, вот, да, вот, и он впервые на международной конференции, очень авторитетной, в Америке сказал, произнес те самые слова, которые в качестве, те самые слова, которые в качестве версии, там, я озвучил у себя в программе, он сказал, мы марсиане, и когда весь научный мир замер, этот всемирно известный ученый, классическая наука, вот та самая, вот та самая, та самая наука, консервативная, пришел к этому выводу, каким образом, он анализировал геологические породы Марса, вот, ну, которые, которые смогли получить, и геологические породы Земли, и на основе химической, сравнения химического анализа, он пришел к мысли о том, что условий для зарождения жизни, к тому моменту, когда она зародилась на Земле, еще не было, а на Марсе уже были, а там сочетание, там сочетание каких-то редкоземельных металлов, там, воды, там еще очень много химии, это большая, большая наука, но вывод на поверхности, и он сделал вывод о том, что условия, вот, там, простейшее сочетание химических, химических веществ на Марсе когда-то были, а на Земле к тому моменту, когда возникла жизнь, еще не было, таким образом, он делает по законам формальной логики вывод о том, что, раз на Марсе были, а здесь не было, значит, жизнь могла попасть только с Марса, но, естественно, простейшие формы белковой жизни, никто не говорит об инопланетянах, понятно, вот, поэтому вы задали вопрос, есть ли гипотезы, которые подтвердились, вот, эта гипотеза уже считается классической, так, пожалуйста, скажи, 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 а существует ли версия не белковой формы жизни, не углеводной? очень интересный вопрос, я очень люблю этот вопрос, более того, этот вопрос, эту проблему, люблю не только я, но и большое количество фантастов, писателей-фантастов, допустим, таких, как Станислав Лен, Станислав Лен, правильно, да? Солярис читали, да? Вот, допустим, мы существуем, мы все, животные, растения, это белковая форма существования, но было бы странно предполагать, что во всей, во Вселенной, которая, как учит учебник по природовидению, безгранично, а более того, а существует, а дальше, если заглядывать дальше, оказывается, существует теория о множественности Вселенной, то есть и Вселенной бесконечное множество, вот, наверное, было бы самонадеянно предполагать, что вот в этом огромном количестве, бесчисленном количестве бесконечных вселенных единственное разумное существо это мы с вами, которое состоит из мяса, костей и крови и воспринимаем только 4 измерения для нас ширина, высота и время а уже сегодня доказано математически доказано что измерений на самом деле существует 9 или 10 просто наши органы есть версия что 6 мы можем как угодно говорить о том что 7, 8 или 15 но не 4 точно, больше 4 потому что мы в белковой форме существования воспринимаем, наши органы чувств воспринимают только 4 измерения а их гораздо больше но было бы странно не предполагать о том, что в остальных 7, 5, 15 или 30 измерениях не существует кто-то другой просто наши органы чувств более того, наше сознание не в состоянии осознать эту историю пока пока форма, загробная жизнь это действительно значит договоримся сразу возвращая нас на землю я не ученый нет, я сразу да, 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 да я на себе да, я не ученый и не исследователи вот и я не кто-то вот кто-то однажды написал вот вот о таких встречах писать про копенка там секту какую-то мы с вами не сектанты я не этот самый, да я просто оперирую чужими версиями и гипотезами отвечая на ваши вопросы я отвечаю, что действительно существуют гипотезы и версии о существовании загробной жизни но другое дело что речь идет в терминах вот словосочетание загробная жизнь звучит мифически сказочно и по-библейски и по-библейски да, да а если мы применим какие-то будем применять какие-то другие нет, нет там что-то 6-7 у нас в программах это было но я уже подзабыл ну не важно дело в том что душа существует да и она имеет собственно массу или вес вопрос что вкладывать в понятие душа физики или там медики вкладывают в понятие душа некую энергетическую субстанцию которая имеет массу да вот люди поэтического склада говорят это душа так ведь, да? или люди верующие допустим канонически это вопрос терминов, конечно чтобы была огромная жизнь надо вывести из гроба хорошая фраза вопрос, пожалуйста скажите, пожалуйста сейчас, извините там уже микрофон здравствуйте у вас недавно прошел цикл передач о древней истории от Руси помните, да, у вас был такой мне очень понравился цикл и сейчас эта тема очень как бы актуальна они очень муссируются много исследователей в том числе как бы Сидоров приходил Памдау который пропондирует на данную историю мне хотелось бы более как бы вашу точку зрения узнать точку зрения редактор потому что встречаются с такими людьми да вот насколько как бы эта тема как бы широко потому что она как-то закрыта как бы ее не пускает на большой телевидении единственная передача может быть ваша которая осветила данную тему освещает и пробегается сейчас люди как бы немножко посыпаются и по-другому относится к своей истории кристок спасибо большое за вопрос но если всех волнует вопрос так называемой древней Руси то конечно я несколько слов скажу об этом дело в том что я же всегда в программе говорю так всегда отталкиваюсь от общеизвестного общеизвестного в учебниках нашей истории написано о том что там Русь возникла в девятом веке и письменно в девятом веке и так далее а что было до девятого века официальная история российская сначала дореволюционная потом советская потом снова российская она не то что умалчивается она не отвечает и вот мы сколько бы учебников не листали страницы какие-то кривичи какие-то бятичи где-то в лесу сидели что-то делали Кирилл и Мефодий пришел потом принес принес письменность кириллицу а потом мы вот мы недавно совсем делали программу это очень интересно а потом выяснилось что есть фраза это цитата из Кирилла и Мефодий она в открытых источниках ее можно найти о том что Кирилл и Мефодий пришли на Русь и увидели там увидели письменный источник вопрос и они не могли ее перевести вопрос в какую письменность принесли Кирилл и Мефодий на территорию России если там уже была письменность вот одно уже несочетание одно уже противоречие которое с точки зрения формальной логики, оно как бы нас аккуратненько подводит к мысли о том, что тут не все так однозначно с нашими учебниками истории. Ну, с нашими привычными представлениями об истории. Что значит Кирилл и Мефодий принесли письменность, если она уже была. Вот, это русские не читают. На самом деле, прошу проводить по старинным вот этим нашим кубицам, все читать, все понятно. Вот, это значит, что до 9 века на территории современной России что-то существовало, какая цивилизация жила, ни племена разрозненные, неграмотные, ни какие-то живые существа с хвостами или без хвостов сидевшие на деревьях, да? А это было как другое дело, что мы об этой цивилизации практически ничего не знаем. А вот вопрос почему не знаем, это уже другой вопрос. Потому что принято считать, что на территории современной России до прихода христианства было что? Мрак, да? Это слова гундиаев. Мрак, темень и так далее. Ну, тут гундиаев ни при чем, мы не будем, мы все люди православные, я полагаю, что в большинстве своем сидящие здесь, да? Поэтому мы не будем в суе упоминать православие, но мы относимся к этому как к историческому факту. Принято считать, что только православие принесло на территорию современной России просвещение, свет там, духовность и так далее. Ну, а так ли это на самом деле? Ну, нет же. Вот сейчас, на территории современной Ростовской области ведется огромные-огромные раскопки. Знаете, что нашли на территории Ростовской области? Много чего там есть. Схивские захоронения и так далее. Амазонок нашли. Вот, нашли огромное, колоссальное... Кто сказал Амазонок? Вот, вы молодец. Вы из Ростова? Нет, я из Ростова. Вот, вот. Колоссальное, огромное городище Амазонок. С очень тонкой работой, вот, вот, одежда, украшения и так далее. То есть, очень высокая культура. Но, в отличие от всех остальных государств, это было государство Амазона, государство женщин. Матриархат? Вот. Не матриархат. Амазонки, матриархат, это там, где мужчина и женщина. Здесь государство только женщин. И это очень интересная тема, о которой практически никто ничего не знает, потому что мы же об Амазонках знаем только из греческой мифологии, правильно? Вот у нас под носом на территории Ростовской области огромное государство Амазонок было. С очень тонкой работой украшения, золотые и так далее, и так далее. Вот сейчас полным ходом идут работы. Кто-нибудь что-нибудь читал об этом в наших учебниках по истории? Нет. А если дальше разбираться, а что это за государство было, а какое там государственное устройство, а как все там было устроено, а может быть это государство Амазонок было бы помощнее Римской империи? С точки зрения духовного развития, межчеловеческих отношений, понимаете? Вот вопрос, на который учебники по истории не дают. Поэтому мы, ну вот допустим я, как журналист, у меня эта тема очень интересная. Я хочу все точки зрения на эту проблему донести до зрителя, до читателя. Потому что у меня совершенно неинтересен учебник, в котором написано, что до 9 века на территории современной России ничего не было, а почему до 9 века? Вот допустим говорят, что первое печатное издание, я часто этот пример привожу, потому что он очень показательный, это слово о полку Игореве. Ну как бы аксиома, слово о полку Игореве, все. А давайте вспомним, откуда мы знаем о слове о полку Игореве. Слово о полку Игореве нашел в начале 19 века наш знаменитый собиратель, аристократ, кто это подсказывает? Мусин Пушкин. Правильно. И она 11 лет лежала у него на чердаке. Ну, что-то нашел и нашел. Что произошло дальше? Дальше он ее увез в Гамбург. В Гамбурге напечатал в журнале, сейчас боюсь перепутать название, литературный журнал, там 1920-26, не помню сейчас, не суть важна, первая половина, начало 19 века. И опубликованное в немецком журнале слово о полку Игореве вернулось в Россию уже в виде хрестомодийного, в виде академического источника первого, образца первой русской письменности. Почему мы решили, что она первая? Слово хроники временных лет, то же самое. Ведь это не единое литературное произведение. Это разрозненные копии, разрозненные копии из монастырских книг, которые охватывают период порядка 200 или 300 лет. С чего мы взяли, что повесть те временных лет, это какое-то единое литературное произведение, которое где-то нашли, оно считается памятником русской культуры. Нет. Это не значит, что слово полку Игорева не имеет собственной ценности. Но это говорит о том, насколько фрагментарно наше знание истории, настолько фрагментарно вот все, что связано с формированием знания о русской истории. А потом ведь мы с вами сейчас выходим на такую очень сложную и неоднозначную тему. «А с каких это форм мы стали воспринимать свою историю и такую?» А история, опять же, дает ответ на этот вопрос. С тех самых форм, когда Петр Первый позвал немецких историков писать русскую историю. И выяснилось, что Иван Грозный, значит, сумасшедший неврастенник, идиот. И все, что было до Петра Первого, все было неправильно. Вот. Почему? Потому что каждый правитель, что очень правильно, пишет историю под себя. Поэтому людям, которые возникли вокруг Петра Первого, я не хочу подрывать его авторитет как государственную идею, естественно, они хотели угодить человека, которому ему платят. И они писали историю так, как им казалось, будет правильно воспринято правителем. Вы же помните эти скандалы, которые время от времени всплывают, это неоднозначная информация, что там было с Ломоносовым, что с ним произошло. А где та библиотека, которую он собирал? Почему ее все вывезли в Германию? А почему вы в эти времена по всем монастырям, русским монастырям, ездили, собирали все-все древние источники? Куда они делись? Они все были выездены в Германию. Я сейчас не делаю открытия. То есть это не эксклюзивная информация, вы можете набрать и почитать. А почему так яростно выступал против засилия немецких историков Ломоносов? А вообще, что произошло, как умер Ломоносов? Что произошло после него с исторической наукой? Вот ответы, которые на сегодняшний день... Вопросы, на которые ответов на сегодняшний день однозначных нет. Вроде бы, знаете, как туман времени все вскрыл, и сомнения вроде бы есть, а серьезным историкам и ученым вроде как и неудобно их высказывать. Потому что выскажешь, потом обвинят тебя в альтернативности. Меня очень просто обвинить в альтернативности. Я не ученый, не историк. Я в теку. А ученому-то карьеру надо делать историку, правильно? Отсюда это читать. Вот. Ну, я надеюсь, я ответил на ваши вопросы. Сомневековская и докторской колбасы. Да, я ответил. Да, но вы знаете, на Украине московская колбаса, знаете, как называется сейчас? Не знаю. Бандеровская. Бандеровская, серьезно? Так же, как Московский проспект, Бандеровский проспект. И я спрашиваю, вот когда у нас некоторые представители творческой интеллигенции говорят о том, что вот как бы путинская Россия, она-то понятно вся, да? Вся в цензуре. А вот там на Украине свобода и демократия. Я спрашиваю, дорогие мои, в Киеве совершенно свободно. Московский проспект назвали проспектом Бандера. И все молчат. И у меня вопрос. Где вся киевская интеллигенция? Профессура, математики, художники, писатели, поэты, я не знаю кто. Они молчат. Они согласны? Они согласны с тем, что Бандера это национальный герой, это тот человек, именем которого нужно называть улицы? Не верю, что они согласны. Они боятся. Вот. А почему молчат тогда? Боятся, получается. А почему наши молчат о том, что киевская интеллигенция молчит? Такой круговорот молчания в природе происходит. И все про, если про Киев, то только про тенистые улочки на Крещатике, да, вот там где каштаны, и про кафешки. И вот такой круговорот молчания происходит. А понятно почему. Никому же не хочется в творческой интеллигенции прослывать пехотинцам Путина. Правда? Это интеллектуальная трусость. Это не интеллектуальная трусость, это физическая трусость. Потому что бузины-то нет. И не только. Но это я так к слову, у меня нет задачи говорить об Украине. Это я к вопросу о свободе творчества и о свободе творческой интеллигенции. Вопросы, пожалуйста. Есть вопросы еще? Можно я бы сказать, какие мне там вопросы происходят попытаться еще или по вашему мнению есть аналоги с другими? Ой, вы знаете, очень интересный и хороший вопрос. Я когда-то, нет, 10 назад, задался целью сделать документальный проект о том, каким образом историю видят в разных странах. И мы честно перечитали учебники по истории в Германии, в Америке, по Франции, в странах Балтии и так далее. Вы не представляете, если человек обладает всеми этими языками, он обладает роскошью потратить много времени на прочтение этих книжек, есть ощущение, что все эти учебники с разных планет. Настолько разные отношения к одним и тем же историческим событиям в разных странах. А почему? Почему так происходит? Проще всего подумать, что ну вот так традиция, так видят здесь, да, вот такой ракурс. А почему такой ракурс? А потому что, ведь история это не наука о прошлом. Это история, это наука о настоящем и о будущем. Вот. И то, что дети прочтут в учебниках по истории сегодня, вот эти знания, они и понесут в завтрашний день. Поэтому история это наука о будущем. А вот в истории сегодняшней, европейской истории, допустим, нет понятия Великая Отечественная война. Более того, я авторитетному отвечаю. Нет, допустим, нет Сталинградской битвы, нет Курской битвы, нет Курской дуги, да. А есть битва при Атоле-Медуре. Это главное сражение Второй мировой войны. Подождите, а 20 миллионов? А 20 миллионов погибших? Ну, это я старую цифру называю, а сейчас может быть разная, 30, я не знаю, разные цифры называют. Но это десятки миллионов жизней. Более того, та же самая история происходит с нашими учебниками, наших бывших стран, страны-снеги. Ведь, ну, Украина туда же, туда же. И Патт Молотова и Риббентропа, это причина Второй мировой войны. И канал 1+,1, ребята, с которыми мы когда-то работали, я хорошо знаю руководство этого канала украинского, они договорились за то, что в 41-м году Советский Союз бомбил Украину. Ну, матерные слова только. И так хочется сказать, ну, как же вам не стыдно? Правда же? Вы же понимаете, что вы делаете? Это не незнание, да? Это не опечатка. Вот, поэтому к вопросу об учебниках, почему это так происходит? Почему так происходит? Потому что каждый формирует, каждый формирует мироощущение собственного народа. Вот. И печально, конечно, то, что, печально то, что формирование этого мироощущения, вот этого вот большого, большого, большого советского Евросоюза сегодня, по-другому не сказать, формирование, ведь оно происходит на фоне не существующих каких-то, каких-то исторических событий, а подделка, она же рано или поздно вылезет. И она вылезет какими-то чудовищными потом, какими-то чудовищными последствиями. Вот в чем опасность. Я думаю, если человек живет своим умом, его никто не заморочит. Это правда. Но вы знаете, таких, как мы с вами умных, не так много. Уважаемые коллеги, я любому из вас подарю миллион тому, люди одного гражданства. Кого вы имеете? Предполагается, что там мозги бывают. Нет, ну понятно, но кого конкретно вы имеете? Мозги бывают у людей в Африке. Нет, ну все сейчас вот элита Запада. Вот, вы хотите сказать, да, вы хотите. Не так, как они. Вы говорите, элита Запада. Ну, элита Запада тоже не самое лучшее сломословосочетание, мы можем с вами поискать поточнее. Но вы, предполагаю, помните, как Истржемский говорил, когда Тяна Ельцин, ну там, что-нибудь сказали, что он говорит, что Борис Николаевич хотел сказать. Помните, да? Да. Вот я предполагаю, что вы хотели сказать следующее. Вы хотели сказать следующее. Почему? Как это сейчас? Представители англосаксонской цивилизации, да, вы это имеете? Почему они считают себя умнее остальных, да, и почему они считают вправе дурачить остальных, правда, да? Ну, наживая за них. И вот, отвечаю, для того, чтобы наживаться за них. И вся европейская история, если посмотреть чуть с другой стороны, да, она вся основана на... Она основана на... Обогащение. Сейчас, ну, обогащение. На разграблении народов и цивилизаций, я не хочу сказать, менее развитых. Менее защищенных. Ведь когда первый раз европейцы оказались в Индии? Индия. С много... С тысячелетней историей, да? С невероятной совершенно философией и представлениями об окружающем мире. Она легла просто под ноги, потому что она не умела защищаться. Поэтому мы вспоминаем знаменитые слова Ленина, да? Революция стоит тогда, только тогда чего-нибудь, когда она что? Умеет защищаться. Точно так же, то же самое можно сказать и по отношению к разным цивилизациям, народностям или государствам. Государство имеет право называться государством только тогда, когда умеет защищаться. Вот, допустим, возвращаясь к моей любимой Украине, я ее очень люблю. Я закончил Донецкое высшее военно-политическое училище, поэтому кровью обливается мое сердце, когда я вижу, слышу, что там происходит. Так вот, с этой точки зрения Украина государством пока называться не может. Почему? Потому что у нее нет чувства самосохранения, да? У нее даже нет чувства боли, то, что присуще даже самому молодому организму. Это еще не рожденный, это какой-то гомункулес. И, к сожалению, продажная элита украинская, которая получила 25 лет назад уникальный шанс на блюдечки с голубой каемочкой, территорию, которую она никогда не имела. Вторую в Европе, вторую в Восточной Европе промышленность. 40-миллионное население, без войны, без ничего. И они решили всерьез, что государство это флаг, герб и язык, который они начали ломать через колено. Ничего не получилось. Вот говорят, вот Россия отжала Донбасса, а вот Россия отжала Крым. Слово отжало не сильно подходит, конечно, но если бы это государство имело инстинкт самосохранения, да неужели Крым бы ушел? Да неужели бы все, что происходит сегодня на Донбассе. Ведь что они сделали первое? Порошенко после обеда. Что он сделал? Летите, Соколы. И полетели что? Су-24, да? Вы помните эти первые кадры, когда в Мариуполе растерянные сердцевые лица заходят этот Су-24 и сдуру шарашат по площадям? Ничего не было. Бабушки только стояли с транспарантом, требуем референдума. Ничего другого. И тут Су-24. Вот и все. Вот и ответ на вопрос, что произошло с Украиной. Это значит, это государство не имеет инстинкта сохранения. Оно не умеет себя защищать, свои интересы. И дипломатия это искусство возможного. Нет у тебя армии, договаривайся. Нет у тебя армии. Возьми на себя труд, предположи, каким образом будут отражаться твои действия на окружающих. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, конечно, хочу сказать, что, возвращаясь, когда европейцы пришли в Индию, все было в Индии, а не было чувства самосохранения. И где в течение 300 лет оказалась Индия? Сотнями тысяч расстреливали, вывезли оттуда все, что можно. Вот я как-то задался вопросом, интересным очень. Вот принято считать, что европейские джентльмены же очень умные, да? Наука, техника, машины, паровозы, да? Вот, право и так далее. А вот Азия, допустим, Африка, бедные, недоношенные цивилизации, да? Послушай, в течение 400 лет, как минимум, из этих стран выкачано столько ресурсов, вывезено столько людских ресурсов. Вот говорят, смотрите, африканцы, они какие-то недоделанные, прости, господи. В лет вывозили лучших представителей и уничтожали миллионами, миллионами. Вы знаете, когда закончилось рабство? Кстати, самый большой центр работорговли в Европе был Ливерпульс, родина Битлз. Вот как раз туда свозили. Только законодательно запретили, я сейчас могу ошибаться, ну там плюс-минус 10 лет, а? В 1856 году, а нам все время рассказывают про русское рабство. В 1856 году законодательно запретили вывозить рабов в кандалах и продавать белые джентльмены. Уже была фотография, уже был велосипед, по-моему, уже изобретен. Уже вот еще немножко, да, еще немножко и вот-вот электричество. А везли людей второго сорта. А потом вспомните, я тоже очень люблю этот пример, потому что он очень, ну как люблю, он просто очень показательный. Вот смотрите, нам все время рассказывают о том, что и демократии у нас нет, и какая-то темная страна, и бесконечное это крепостное право. Хотя если посмотреть на, если не предвзято смотреть на законы существования крепостного права, там очень много вопросов по поводу того, что это было на самом деле. И никакого отношения он не имел к рабству. Но так как это было принято в коммунистической литературе и в западной, конечно, да. Вот, и вот смотрите, вот представьте себе, допустим, 59-й год, метровый ДНХ, да, вагон, и написано, только для русских, да. Армянам не входить, грузинам не садиться, туркменам рот не открывать. Подождите, а в демократической просвещенной Америке то же самое, черным воспрещен вход. Школа только для черных. Дорогие, где больше демократии? Кто кого имеет право учить демократии? Вы представляете, какая бездна мракобесия? Относительно недавно, там 56-60 лет назад существовала рядом с нами. А нам все время казалось, что да, вот там вот светоч справедливости и демократии. Это я к чему говорю? Это я к тому, что говорю, что одна из причин развала Советского Союза в этом-то и заключалась, что мы вокруг себя все время смотрели через розовые очки, ведь это правда. И сейчас, когда меня обвиняют, говорят, тут у тебя программа антиамериканская, у тебя много антиамериканизма. Я говорю, нет, нет. Во-первых, вы посмотрите, почитайте американские программы и прессы России. Наша пропаганда по сравнению с их, это все наши Жигули и Мерседес. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы так долго сидели за железным занавеси, нам так долго рассказывали, в том числе и с помощью любимого мной Голливуда и так далее, о том, как там все прекрасно устроено, при этом все то, как мы жили, нам не нравится. Мы только сейчас начинаем понимать, что что-то в мире на самом деле не так дело. Мы как-то что-то неправильно понимали в этой истории, и прозревать-то мы начали только где-то к середине 90-х годов, многие, когда огромная держава, первая по полезным ископаемым, дожила до гуманитарной тушенки. Это уму непостижимо. Я всегда говорю, как метеорит упал на землю, страшная и разрушительная война. Нет. Два неподготовленных лидера, и все, что в нашей стране было собрано за 600 лет, накрылось медным тазом со времен Ивана Грозного. Как мы знаем, примерно современную территорию, территорию современного Советского Союза, она в общих чертах возникла еще при Иване Грозе. Два лидера неподготовленных, неготовых элита вытолкнула, и все, что нажито непосильным трудом за последние 400 лет. Вот и все. То есть ошибка очень дорогого стоит. Вот. А вопрос, пожалуйста, где-то американцы еще. Пошла? Где индейцы-американцы? О, это хороший вопрос. Но я полагаю, что это, в общем, ответ... Какой взрослый! Да, на самом деле это страшная история, это страшная трагедия и страшный вопрос, на который там интересно. В Америке они от этого вопрос не замалчивают, но и не поднимают. И потом, допустим, все же мы, кто постарше, все же выросли на этих романах Карла Мая, да? По поводу Ченганчика Большой Змей и так далее. Насколько там прикольно там все выписано. А вот какие-то индейцы, а вот какие-то злые там солдаты, а вот какие-то добрые белые парни. Это все заболтанно-заболтанно. И вроде бы такая романтическая история. Получилось вроде побегали, постреляли, повеселились. Ничего подобного. Уничтожали миллионами. От ацтеков ничего не осталось, кроме названия. От Майи ничего не осталось. Я, возможно, часами пересказываю те ужасы, которые происходили сравнительно недавно с точки зрения истории. Ну, такова история. Где? Презервация? Совсем немножко. Можно вам подпишись? Да, конечно. А вот смотрите, вот не будем говорить об индейцах, это не наше. Вот вернемся к нам. Допустим, вот какая у вас версия есть? В глобальном смысле вот геноцид армян. Почему он называется геноцидом армян? Ведь там был геноцид других народов. Допустим, полтора миллиона армян было уничтожено. Тысячу... Ой, миллион триста греков веся. Амалакани 200 тысяч, 800 тысяч. Ассирийцев, по-моему. Но в истории это вошло как геноцид армян. Почему вот они так вот приходили? Почему так на... Какая-то версия есть? Ну вот можно я отвечу вопросом на вопрос, хотя это как бы не очень правильно, да? Вот смотрите. Ну, за какой-то период истории, да? Погибло огромное количество русских, да? Ну, или этнически русских, или русских с точки зрения культуры, языка, в том числе во время Второй мировой войны. Страшная история, да? А мы говорим только о Холокосте. Вот тоже вопрос, ну, для ответа, правда? И язык не поворачивается сказать. Почему вы про евреев? А русские, да? Вот. Ну, и тем не менее, да? Поэтому есть очень сложные вопросы, на которые двумя словами не ответишь. Я бы на ваш вопрос ответил вопросом просто. Это очень сложная история, на самом деле. Георгий Саниславович, вот несколько лет назад была организована экспедиция подводных аппаратов по изучению Байкала. Об этом много говорилось по телевидению, в прессах, в прессе. И потом о результатах экспедиции, которые все это вот и не слышно дальше. Есть ли какая-то информация по этому? Ну, и подобные вопросы относятся тоже к этой скважине, которую пробурили в вечных летах. Да, интересная история, да. Начну с последнего вопроса по поводу Арктики. И действительно выяснилось, несколько лет назад выяснилось, что Арктика это не просто ледяное безмолвие, да? Там существуют колоссальные герметичные подземные озера. Моря подземные, подземные моря, океаны, да? И действительно... А? Да, Арктика. Арктида, наверное. Нет, Арктика, наша там, да, конечно. И действительно бурили, пробурили вот этот многокилометровый бур, да, для того, чтобы получить образцы. Вот. И действительно была опасность. Была опасность. Ученые очень боялись, что если оказаться, если занести образцы сегодняшней жизни в эти герметичные глубоководные озера, то можно нарушить какую-то уникальную атмосферу этих подземных морей. Действительно были ожидания, что там могут быть какие-то новые, неизвестные, вернее, старые, неизвестные нам формы жизни. Но, честно сказать, информации пока никакой нет. Вот. Говорить, что нет результатов, наверное, может преждевременно. Говорить о том, что что-то скрывает, может быть, тоже там не совсем корректно. Но пока, по крайней мере, никакой информации нет. Есть ощущение, что просто пока не хватает сил продолжить и денег продолжить эту историю. То есть не закрыто, и тема не закрыта. Да, дело в том, что мы делали проекты, мы там снаряжали вместе с этими учеными экспедицию, ездили туда, как бы первые результаты были очень интересные, и дальше, мне кажется, дальше никуда не продвинулись просто, на настоящий момент. Но проблема эта стоит, она очень интересная, и я думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то ответы на эти вопросы. А по поводу Байкала, по поводу Байкала, ну, мы же с вами знаем, да, что Байкал стоит на разломе, да, вот, и этот разлом, как утверждают сейсмологи, увеличивается, вот, как трещина, да, что такое Байкал? Это чаша, а дальше она уходит в рим. Да, 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 вот, поэтому и существует гипотеза о том, что именно там в результате какой-то сейсмической активности там может наступить разлом, который был аналогичен вот тому, что мы сейчас ожидаем или наблюдаем в районе Елэстонского заповедника в Америке. Есть такая гипотеза тоже, не моя, а сразу предупреждена. Слушай. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я слышал часть вашей презентации, вот, где вы сказали, что вы больше журналист, не историк, и так или иначе освещаете некоторые вещи по-разному. Но, как я думаю, история вещь, ну, не наука, но вещь точная, и, ну, вы ее, я так понимаю, знаете, и часто в своих лекциях я вижу, что вы допускаете некоторые допущения, оговорки, и, в принципе, они влияют на мнение людей. И, мне интересно, вы понимаете то, что вот ваши оговорки и допущения, они иногда бывают, ну, неправильные, мнение людей формируется неправильно. Вы же умный человек. Я, безусловно, умный, вы тоже умный молодой человек, и вы понимаете, что вы задали сейчас некорректный вопрос, садитесь, пожалуйста. Так, лабора. Сейчас, секундочку. Я могу, секундочку. Возьмите такое недоумение. У меня возникает гвозь. Это будет отношение. Мы сюда пришли на вашу презентацию к ней, которая называется тайным из местных цивилизаций. А почти, когда прошло все, дорогой, до этой презентации, мы опустились до критики обычных социальных проблем, которые у нас постоянно. Самое интересное, что эта критика идет в ваш вход с обычной картиной мира, то есть с обычной точки зрения, с различной. У вас вопрос какой? Я вот хочу к чему подвести, да? Мне казалось, что ваши труды, именно, вы уже говорите, 22-е, 23-е, именно подводят людей к тому, чтобы формировалось новое мировоззрение в человеке. Именно на основе тех самых приоткрытых тайн, которые вы пытаетесь открыть. По поводу человека, по поводу неизвестных цивилизаций. Формируется новое мировоззрение, и тогда на основе этого нового мировоззрения... Вопрос я хочу услышать. Да, совершенно по-другому интерпретировать эти факты, которые происходят сейчас. А вопрос возвращается немножко сначала. Как вы относитесь к мультиверсной гипотезе? Какой? Мультиверсной. Мне неизвестно. Ну как неизвестно? Многомирие, мультиверсия. Я не ученый. И если я говорю, что мне неизвестна эта гипотеза, я имею право так ответить вам, правильно? Нет, нет, нет. В следующий раз мы продолжим. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Артем. У меня такой вопрос. Но всем известно, что до Петровской эпохи мы использовали славянский календарь. Но вот есть несколько... Какая точка отсчета? Я читал о том, что для основания мира, от битвы с Великой, в империи Красного Дракона. А вот точную информацию так и не понял. Какая точка отсчета славянского календаря? Спасибо. Вы знаете, у нас сейчас разговор, вы меня начинаете путать с историком. Да, с ученым. А вы вообще меня спутали с человеком, который продал билеты и вот тут собрал и нарушает регламент. Я не слушаю регламент. Меня задают вопросы, я на них отвечаю. Вы от меня все хотите услышать. На какие вопросы меня задают, на какие я отвечаю? Без обид, хорошо? Вот. Что касается славянского календаря, я не очень точно получил вопрос. Есть ли прочные знания, есть ли какая-то информация по поводу существования? Вы знаете, на эту тему существует достаточно много гипотез и версий, потому что, как известно, я вот уже говорил, как известно, достаточно большое количество источников уничтожено или утеряно в силу того, что, конечно, государство наше и государственные институты в течение последних, допустим, 300 лет активно работали над выработкой официальной истории нашего государства. И вот, допустим, я тоже очень осторожно приведу пример, чтобы вот молодой человек, который там задавал вопрос, пытался меня уличить в том, что я умный человек, и кого-то обвожу в заблуждение. Нет. Но давайте оперировать известными вещами. Кто знает, когда впервые появилось словосочетание «Монголо-татарское игорь»? Знаете, нет? 19 века. Не помните? 19 века. А когда это было? Вот помните, да, Куликовская битва, да, 1380-й год? А словосочетание появилось во второй половине 19 века. Вопрос, почему? А до этого как воспринималась эта история? Нет ответа. Правда же, да? По крайней мере, в наших учебниках. У меня нет задачи рассказать истину в последней инстанции. Но я задаю вопросы, потому что есть противоречия. И с точки зрения формальной логики эти противоречия неразрешимы. Поэтому я буду очень рад, если почитал вот эти книжки, которые не являются трудами. Это переложение моих программ. Посмотрит мои программы, потом пойдет в библиотеку, откроет интернет, возьмет, почитает откровение пророка из Экииля, после того, как я сошлюсь на Эрика фон Деникина, да, и начнет, если ему что-то интересно, изучать какие-то вещи сам. И тогда я буду считать, что я свою миссию как журналист выполнил полностью. Простите, пожалуйста, можно вам рассказать? Да, вот девушка хочет задать вопрос. В Томске вулкан. А вы подскажете ли вам, известно ли вам, какие факторы влияют на его активность? И это как бы вопрос ученых или вопрос... Вы знаете, на этот вопрос очень просто ответить. Если вы откроете интернет и наберете Yellowstone, и существует определенное количество научных гипотез. И я знаю, что наши ученые очень внимательно следят за развитием событий. И есть версии о том, что ситуация развивается достаточно стремительно. Но в условиях геологического развития нашей планеты стремительно это что? Два-три года или 20-30 тысяч лет, да? Поэтому... А история Yellowstone вулкана, она достаточно хорошо освещается. Поэтому тот, кто хочет знать много... Аккуратненько, вам еще экзамены здоровья. Но вы знаете, есть такая очень хорошая и интересная фраза, емкая. На мой взгляд, она очень хорошо отвечает на ваш вопрос, который звучит следующим образом. Кто есть мы, кто есть человечество? Венец Вселенной или грязь под ногтем неведома нам космического чудовища? И это действительно так. Нам трудно оценить, кто мы на самом деле. Мы вот существа, которые живем в состоянии из белка. Поэтому, конечно, принято считать, что мы живем напряженной духовной жизнью. Но если вечером кто-нибудь или ночью поднимал голову, смотрел в звездное небо, и возникает ощущение, конечно, абсолютной ничтожности в жизни на Земле, хрупкости ее. Поэтому существует огромное количество очень интересных версий и гипотез, которые невозможно опровергнуть, потому что их невозможно проверить. Вот, допустим, великая наша ученая Наталья Бехтерева, с которой я имел счастье когда-то разговаривала, брать в интервью, в которой была очень непростая судьба в науке, несмотря на то, что она достигла всех возможных научных степеней. Вот, допустим, она считала, многие ученые, кстати, так считают, что мысль, она не может возникать в человеческом мозгу, или мозге, как правильно, что человеческий мозг, еще раз говорю, не моя мысль Бехтерева, о том, что человеческий мозг не может рождать мысль, потому что там негде ему рождаться. Что вот этот ливер, который, допустим, свиной или говяжий мозг, его подают нам в ресторане с креном и с горчицей, вот этот вот желеобразный ливер не в состоянии рождать мысль, она, Бехтерева, считала, что мозг – это приемопередающее устройство. Мысль откуда-то приходит, принимается, как приемники, руководит нашими действиями и уходит обратно, и уходит не этом, а куда. Еще как говорят, о, мысль пришла. Откуда пришла? Ушла, мысль. Поэтому, с какой целью привел этот пример? Потому что есть вопросы, на которые человечество может предполагать, что существуют ответы, но никогда, наверное, на них не получить эти ответы. И ваш вопрос имеет отношение именно вот к этой категории. Я бы хотел задать вопрос такой. 200 тысяч евреев воевало на стороне фашистской Германии, включая 48 тысяч офицеров. Также под Москвой было поймано порядка 15 тысяч цыган, которых якобы Гитлер уничтожал. Также до 42-го года, если мне не изменяет память, евреи тупо зле англичан, только перья от них клубились. Как вот это понять? И эта переписка Гимлера с товарищем Жаботинским, основателем государства, которое было поймано в Анкаре, то ли англичанами, то ли французскими. Кажется ли вам, что просто не немцы воевали с нами, а другие люди? Можно я отвечу на ваш вопрос? Я хочу сказать сразу, я плохо отношусь к вопросам, где речь идет о разденелении людей по национальному признаку. Я плохо к этому. Вне зависимости, евреи, русский, француз, армянин или цыган. Я отвечу на ваш вопрос немножко по-другому. Ну вот принято считать, и, кстати, советская история очень на этом настаивала, о том, что Советский Союз победил фашистскую Германию, и была антигитриллеровская коалиция, и, значит, были силы сопротивления во Франции и так далее. А мы знаем, сколько сопротивлялась, сколько сопротивлялась Франция? Франция капитулировала когда? После объявления войны. Сколько? Вот, около месяц, правильно. А теперь я хочу задать... Да, это огромная страна, она ничем не меньше Германии, да? Франция. Она сражалась около месяца, да? А теперь у меня вопрос. Сколько сражался, сколько держал оборону в Сталинграде Том Павлона? Больше. Больше. Целая страна, и один сержант с горской солдат. Именно поэтому Гитлер сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. А маршала Паулюса, сержант тот самый, сержант Павлов, вывал от зажабры оттуда, да? И привел его, привел его в плен. Поэтому вопрос национальности, евреи, армяне, русские не имеет значения, везде хватало евреев, русских и армян. Но, что значит, если нация, если народ готов защищать себя, то он защищает себя до конца. Поэтому, вот, знаете, вот интересно, кстати, знаете, есть такой известный режиссер Сокуров, да? Очень известный, очень уважаемый, да? И вот он как-то недавно был в Прибалтике, великий, по-моему, ему начали задавать вопрос, а как же вот оккупация, опять вопрос Советский Союз, оккупировал Литву. Он говорит, это его ответ, внимание, он говорит, а где были ваши мужчины, когда вас сначала приходили немцы, а потом пришли русские? Где были ваши мужчины? Почему они не защищали свою страну? Почему они прятались по шхерам? Почему они позволили? Почему они не умерли за свою родину? Почему они позволили прийти сначала немцам? Потом советским? Потом русским? Где? Поэтому вопрос об оккупации, вот, он говорит, это, 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 это некорректно. Да, 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 поэтому в нашей истории еще достаточно много белых пятен, а может быть они не столько белые, сколько, мы просто, это не, не белые пятна, это просто нехоженные трубки истории 20 века. И вот когда мы начнем все-таки, наши ученые, историки, когда начнут ходить по этим трубкам, вот тогда мы, когда мы что-нибудь новое узнаем, по-новому будем смотреть на мир. А я, знаете, я просто пролетариат телевидения и журналистики, поэтому, знаете, да, не, 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 как говорят, не стреляйте пианисту, он играет как умеет. Вот я тот самый пианист. Вот что смог вам, то и рассказал. Спасибо. Спасибо огромное, что вам придало нас. Дорогие друзья, пожалуйста, вот с этой стороны. Подходите, пожалуйста.